Сейчас спорт, вот сейчас прививаем в спорт Какие вещи привели к тебе к кратному росту в доходе? И самое главное, что у нас есть похожий опыт Но если у нас базовые принципы человеческие расходятся, тогда нам тяжело Но я зажигаюсь от общения То есть вот тишина и побыть сам собой, как к кончаловски, это не моя история Кто тебя поддерживает? И вот пару-тройку мыслей, я не знаю, там в неделю, всегда Деньги, это очень важный фактор Мне кажется, везде Когда ты занимаешься продажами, тебе проще У тебя каждый раз что-то происходит И я не понимаю, как мы жили без нее, если честно Он не ужинает ни с кем, он готов завтракать Это бесценно Сейчас, кстати, про это многие говорят, что с воображением очень большая проблема Но мечта, наверное, для меня это то Друзья, добрый день, меня зовут Лилия Досаева И это наш подкаст «Мечта», где мы с резидентами бизнес-клуба «Атланты» Заходим на территорию смыслов, чтобы понять, а для чего нам вообще нужно мечтать Куда эти мечты нас приводят и какие свершения потом получаются И сегодня у нас в гостях Иннокентий Лукьянов, резидент бизнес-клуба «Атланты» и партнер агентства страховых технологий компании Здравствуйте, Иннокентий! Очень приятно Иннокентий, давай на «ты» уже сразу перейдем Как это принято в бизнес-клубе «Атланты» Иннокентий, знаешь, мы сегодня хотим поговорить на тему Очень добрую, светлую, как Михаил Воронин говорит Добрый и светлый наш подкаст Который зажигает и который начинается эта тема в нашем детстве Все идет с детства Все наши моменты, желания, они зарождаются в детстве и во взрослом состоянии Мы уже имеем возможность их осуществить Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты являешься партнером одного из самых крупных страховых агентов Страховых консультантов в России Начинал ты со штата 5 человек Сейчас почти 200 Такая большая компания Более 30 тысяч полюсов вы выдаете ежемесячно И наверняка это начиналось где-то, вот зарождалось с момента детства Вот эти маленькие шажочки, приведшие тебя к тому, где ты сейчас находишься Давай на эту тему поговорим с тобой С чего все началось? Мне кажется, если вот совсем говорить про детство, все началось с 98 года Вот сейчас я вспомнил такую историю В 98 году в январе я заболел и лежал неделю дома Это был, проходил Олимпиада в Нагана И целую неделю я лежал дома И каждый день я покупал Ну, я не помню, откуда у меня появлялись Советский спорт и Спортэкспресс Я неделю смотрел телевизор, биатлон С утра до вечера читал Вырезал из газет все заметки Записывал в тетрадку В общем, тогда у меня появился первый мой спортивный дневник Где я записывал каждое событие каждого дня Какие-то такие очень интересные для себя факты Вот Тогда я очень сильно увлекся спортом Именно с точки зрения, ну, смотреть, думать о нем Не знаю, то есть анализировать статистику Вот И, наверное, на протяжении нескольких лет потом Да каких нескольких лет? Наверное, там десятки лет Я покупал все журналы Читал все, смотрел все Причем я смотрел все От биатлона, футбола, хоккея Не знаю, баскетбола То есть не было какого-то такого основного И я настолько сильно проникся Именно, ну, то есть у меня появилась мечта Если мы говорим, мы же говорим про мечты У меня появилась мечта работать в спорте Я долго думал, кем Мне очень хотелось стать спортивным комментатором сначала Вот Потом подошел 11 класс Как это обычно происходит Неожиданно Неожиданно, да Надо куда-то поступать Понятно, что мне там 16 лет Только, наверное, лет у меня исполняется 17 Я иду куда? К родителям, к маме Говорю, так, что мы делаем? Она говорит, все, идем в финансовую академию Бухгалтерский учет, анализ и аудит Вот она как бы реальность Я поступаю туда Учусь И через год я узнаю, что появляется другое образование Появилось такое РМА По-моему, это называлось В Государственном институте управления Менеджмента в игровых видах спорта Я это увидел Пришел Оно было, понятно, платное Я говорю, так, родители, вот Это то, о чем я мечтал Я хочу туда Все, я иду, прохожу собеседование Устраиваюсь в этот институт Начинаю учиться И полтора года мне рассказывают о том, как я нужен спортивному сообществу Как не хватает менеджеров Как нужно все развивать У нас выступают, наверное, все такие вот И Фетисов, и Мутко, и все там Бабаев из ЦСКА То есть все-все-все серьезные большие люди из спорта нам преподают И, в общем, в итоге я параллельно получаю второе образование Заканчиваю его и говорю Я хочу работать в спорте И, оказывается, я никому не нужен Это такая первая история, когда я, наверное, разбился В общем, моя мечта такая Разбилась Я У родителей не было, как сказать, каких-то связей в спорте Чтобы, ну, там, усили мне как пристроить Или помочь мне куда-то выйти Я долго что-то ходил Ходил, в итоге устроился к Илье Вербуху В ледовую симфонию И месяца три неожиданно меня устроили На каток В белой даче Вот эти катки, они им помогали Раскручиваться И вот все звезды, которые выступают на первом канале Вот это ледовое Ледовое шоу, да Они потом еще иногда в мегах проводили какие-то мастер-классы Ну, в общем, всячески взаимодействовали с публикой Вот, я начал там работать И тогда у меня появилась первая профессия Менеджер по продажам Мне сказали, что мне нужно заклеить все борты рекламой И дали ноутбук и телефон Все И отправили на мега-белую дачу Я приехал туда Вообще не знал, что делать, если честно Начал просто ходить по соседним магазинам Говорю, ребят Пришел в республику, как сейчас помню Давайте что-нибудь делать Они говорят, давайте мы сделаем билеты Напечатаем на них, сделаем какой-нибудь купон Вы будете их выдавать А билетов у нас не было тогда Ну, в общем, какие-то начались первые истории А дальше, спустя три месяца Я, как сейчас помню, у меня была заплата 17 тысяч А у моих сверстников из финансовой академии Все в основном пошли работать Либо в Pricewaterhouse, Deloitte Ну, то есть в четверку Уже было 40 тысяч В общем, спустя испытательный срок я прихожу Говорю, да, я готов продолжить Но хотелось бы все-таки не за 17 тысяч Не знаю, за 35 Мне отказывают И я, ну, все, ухожу оттуда И начинаю вот из серии думать А что же дальше делать И в этот момент меня ловит моя мама И говорит, такс Смотри, все, заканчиваем думать о спорте Вот есть семейный бизнес Пойдем И так я попадаю в бизнес страхования В котором вот я уже в этом году Будет 15 лет, как я там работаю А компания 18 лет А в этом году даже будет уже 19 лет Ну, то есть практически С самого-самого начала я там У меня осталась моя мечта со спортом Но я уже решил по-другому для себя Что я, наверное, туда вернусь деньгами То есть, ну, так не получилось При этом я продолжаю смотреть Читать, увлекаться У меня даже был период Я был немножко связан со спортом Это был 14-15 год Если говорить про Про какие-то удачи и неудачи Если еще туда копнуть Мы с товарищем организовали Букмекерскую контору Ну, не организовали А сделали франшизу То есть у нас в 14-м году Появилась букмекерская контора Причем она появилась в Крыму Я оказался по ту сторону Как бы сказать, спорта Которая не совсем считается Может быть какой-то Правильной, неправильной Как казино Но к этому можно относиться по-разному На самом деле это просто Простая математика и статистика Где как раз у нас еще Произошли изменения У нас же запретили казино Запретили игровые автоматы Остались только некоторые зоны И очень много людей Этих игроков Им не важно на самом деле Красное, белое Манчестер, Юнайтед или Реал Им все равно Очень туда перешли Ну, так сказать В эту игровую историю Вот, поэтому Был очень хороший взлет Мы на самом деле Наверное, где-то за год Практически отбили Открытие этой компании Вот Это вот как Чуть-чуть я прикоснулся К спорту с той стороны Конечно же, это не то О чем я мечтал А как ты вообще хочешь Соприкоснуться с спортом? Вот есть история Со спортсменами Есть спортивный менеджмент Да? Есть еще какие-то Вот у меня мечта Наверное Соприкоснуться С работой с болельщиками Вот то, что я сейчас вижу Вот я Ну, там, я стараюсь Водить детей на спорт Сам ходить И вижу, что Работа с болельщиками Практически Начиная, я не знаю От футбола, хоккей, баскетбола Вот сейчас хоккей, наверное Чуть-чуть подобрался Как я понимаю Наконец-то ребята Слетали в Америку Не знаю Сходили на НХЛ Посмотрели, что Оказывается, можно так и так И начали повторять То есть вот, например Сейчас я с детьми Я с детьми, приходя на хоккей Есть ростовые куклы Пиццы, развлечения Потом всякие конкурсы Полная безопасность Современные стадионы И вот это взаимодействие Через музыку Через конкурсы Через болельщиков Например, простая история В 16-м году я ездил На стажировку небольшую В Англию И мы ездили в Эвертон Футбольный клуб И у них вот такие три вещи Которые я запомнил Первая У них над стадионом Написана такая фраза От колыбели до могилы Ну, да, такая фраза Философская Философская, да Что это значит? Если ты член Болельщиков Эвертона И там, не знаю Состоишь уже 5 лет И у тебя, например, рождается ребенок В этот день Приезжает фирменная машина Эвертона Дарит тебе коляску Эвертон Подбузники Эвертона Не знаю Первый тебе бодик Эвертон И то есть, в общем Ты только родился И ты уже с детства Все, как бы, приверженец этого клуба У тебя нет выхода Не болеть за Эвертон А учитывая, что в этом городе Два клуба Ливерпуль и Эвертон Ну, как бы Они борются за болельщиков Вот Вторая история Что они сделали подкоп под стадионом И теперь, если ты умер Ты можешь разместить свой прах Ну, в смысле, вот Кремироваться И поставить свою баночку под стадионом Ну, типа, ты навсегда Со своим клубом И третья история Которая тоже мне нравится Ну, она, на самом деле Везде в Англии Если ты, по-моему, продлеваешь Абонемент на футбол Уже там не первый год То сначала у тебя там появляется Именная табличка Потом тебе делают Твое кресло Которое, ну, как-то Отличается от других Это персонализация Это очень важно И недаром в Англии 90% всех абонементов Продается там Из серии за год До еще начала сезона У нас, по-моему, максимально Это Спартак 20 тысяч абонементов И то это какая-то мечта Вот еще одну историю Просто мне кажется Что она очень классная Игроки Эвертона Они продают абонементы И у них есть задача Им стоит задача клуб Что вы обязаны съездить И развести там 100 или 200 абонементов Ты болельщик Эвертона Сидишь дома У тебя такой звонок в дверь Ты открываешь А перед тобой стоит Я не знаю Вратарь Твой любимый кумир Который тебе вручает Твой абонемент Также они еще делают Просто прозвоны Ну то есть Добрый день Вас беспокоит Не знаю Уэйн Руни Ваш абонемент продлен Ля-ля-ля Ура-ура Поздравляю Это очень Как сказать Это эмоционально Лично Тебе позвонил Твой кумир Ты опять с клубом Вот Это какой-то такой Один из примеров Который бы хотелось Воплотить В нашей стране Причем Как сказать Повторюсь Вообще не важно Я не знаю Футбол Хоккей Баскетбол Просто хочется Отдавать это Людям А почему именно Смотри Я прям смотрю С нескольких сторон Получается Интертеймент Тебя заводит И тебе нравится Когда такая движуха Ты сейчас говорил И персональный подход К каждому клиенту Как ты вкусно рассказал Как пересказал Эти истории Получается Что в тебе Как говорится Несколько твоих желаний Совместилось В несколько подходов Бизнеса Здесь прям сразу Видно Несколько направлений Которые очень классно Можно было бы И в твоем бизнесе И в Атлантах Развивать Потому что Это же такая кастомизация Она не важна В каком бизнесе А вот такой персональный подход Это же Действительно эмоция Которая запоминается И ты хочешь быть с брендом Очень долго Нет Это эмоции Я могу сказать честно Если чуть-чуть взять бизнес То у нас также На самом деле У нас с компанией Тоже персональный подход То есть У нас Понятно Что есть отделы Маркетинг, бухгалтерия Финансы А костяк у нас Компания Это продавцы Вот так вот Было всегда То есть продажники Это наш локомотив И вот с продавцами Нельзя работать Как-то сказать По системе Какой-то То есть есть какие-то вещи Которые нужно обсудить Прописать Но все равно То есть Я не знаю 90% своего времени На работе Я иногда смеюсь Я трачу На то, что я просто подхожу Там не знаю Привет, как дела? Как семья? Как настроение? Пойдем там не знаю Кофе выпьем Пойдем еще что-то сделаем Это вообще не про работу Это просто про состояние Про настроение В ресурсе Человек не в ресурсе И тут быть Каким-то роботом Не получится Тебе нужно Ну как сказать нужно Некоторые люди Заставляют себя Участвовать в этом А у меня так получилось Что у меня такой характер Мне просто Мне правда А интересно Мне любопытно Я делюсь эмоциями Не знаю Там кто-то увидел В инстаграме Что Не знаю Там Саша сходил в театр А я тоже хожу в театр Я говорю Саша, что за театр? Поделись Мы делимся Улыбаемся Улыбаемся Радуемся Я говорю Сплочаемся еще больше И понимаю Что все Вот она цель Мы идем прямо Как бы вместе К ней И опять-таки Может быть это смешно Это не совсем про работу Но это все очень сильно Про энергию Наверное Вот когда вы все вместе На одной волне Идете Выбираете цель Ну вот в общем Говорю Иногда смеюсь Вот платит мне за это Не знаю Почему она платит Слушай Знаешь Владимир Гордеичук Это бывший фаундер Магнита Он Ко-фаундер Он говорил Очень интересно Сказал недавно Очень интересную вещь Мета-лидеры Нового поколения Это люди В базовых прошивках Которые имеют воображение Супер мощное Потому что это Основа для стратегии И второе Это эмпатию Вот то, что я сейчас слышу Это большая Большая эмпатичность В тебе есть Которая позволяет С большим количеством людей И поделиться И узнать Как у них дела И предпринять что-то Скорее всего Не просто там Как дела Это как базовая история Да Вот Тогда скажи В твоей базовой прошивке детства Что было такое Заложено твоими родителями Что в тебе такое Есть замечательное чувство Как эмпатия Ой, я думаю Это простая история Учитывая, что В детстве основной костяк Как сказать Нашей тусовки Это были родители И их друзья Это все шло С института Из-за того, что Большая часть людей Это приехало То есть у меня родители Они вот из Ульяновской области Они приехали сюда В Москву поступать И здесь уже начали Обрастать своими друзьями Знакомыми И понятно, что Основной костяк Это стал Общага и институт И так получилось И так получилось Что в то время Они все Как сказать Начали рожать Примерно в одно время И у нас появилась Такая банда Мальчишек И у нас только Одна девчонка была И все праздники Все тусовки Мы проводили В среднем 30-40 человек Вот все время 8 марта Мы едем в Черноголовку В 30-40 человек Я не знаю То в Суздаль То еще куда-то И вот от огромного Количества общения И очень такой Дружной обстановки Компании Мы как-то проникались Друг к другу Мне кажется Что вот тогда Наверное Это было заложено Плюс наверное Еще взять еще деревню Я с трех лет Каждое лето Как это классически С 1 июня По 31 августа Ездил к бабушке Это там деревня Корсун Ульяновская область То есть меня привозили 1 июня Там 31 августа Забирали И вот 3 месяца Ты тусуешься С пацанами Учитывая Что тоже там Были деревенские Были там Ну городские Как это говорится Вот и москвичи Вот есть Да деревенские Городские и москвичи Это стандартная история Да Вот И ты тоже Ты с утра вышел Своей какой-то банда И вы там Бежите на речку Велосипеды Я не знаю Играете в футбол Ссоритесь Не ссоритесь И тебе там тоже Приходится всегда договариваться В деревне еще немножко Мне кажется Или это мои такие воспоминания Построже Ну то есть как бы Там если что Может сразу прилететь Поэтому тебе приходится Ну в общем да Лавировать Как-то договариваться со всеми Чтобы тебе не прилетало Ну и при этом Ты же хочешь быть в тусовке И хочется быть все-таки Не изгоем Как сказать А в какой-то хорошей тусовке Там не знаю И лидером Вот думаю Какие-то там Наверное Это закладывалось Мне так кажется А вот было ли такое Ну смотри Вот это мы заложили Условно Эмпатичность А было чего-то такое В детстве Чего не хватило Из этой нехватки Из этой нехватки И потребности В чем Ты знаешь Иногда говорят Мальчика У которого не было велосипеда Он становится мужчиной Который есть Роллс Ройс Но он в душе все равно Мальчик У которого не было велосипеда Вот есть что-то Такое в тебе Чего не хватило В детстве Это ты компенсировал Уже во взрослом состоянии Не знаю Что-то у меня такое Хорошее детство было Мне так кажется Сейчас я думаю Не знаю Может так не бывает Но как-то вот так сходу Ну так и хорошо Велосипед был И слава богу Как ты анализируешь В своей голове Вот уже во взрослом состоянии Твое это желание Или это навязанное желание Твоя эта история Она применима к тебе Твоя ли мечта Твое ли состояние В котором ты хочешь Дальше творить и действовать Или это все-таки Социальная какая-то установка А я наверное Вот по-другому Вообще это воспринимаю То есть я точно за все И я очень много Что пробовал Не знаю там Из таких Если мы опять вернемся К увлечениям Не знаю там Когда 10 лет назад Мне кто-то сказал А пойдем Да какой 10 15 наверное А пойдем Типа дайвингом займемся Я говорю пойдем Начал погружаться И сейчас это там не знаю Мое любимое хобби Там не знаю Пойдем Я на лыжах катался Вот лыжи мне разонравились Тоже в тот момент Мне общество Это 100% Общество навязалось На борту Потому что это стало модным Мне понравилось Зашло И я не жалею Может быть да В тот момент Это было не мое желание Но я потом это попробовал И оно стало моим В бизнесе чуть сложнее Потому что там Это все Заканчивается всегда деньгами И вот здесь история Что периодически То есть вот если взять За последние 5 лет Мы часто Как сказать В компании Пробуем какие-то Смежные бизнесы И думаем Так Но вот если мы Чемпионы по страхованию И вот в этом уже Все Ну так сказать Все знаем Дивертификацию Хочется И давайте попробуем Еще что-то У нас вот был Тут недавно Мы попробовали Диджитал проект Интернет Мы такие Все про Это про такой Человеческий ресурс HR Про управление Про атмосферу В компаниях Давайте вот этот проект Поднимать И мы такие Все мы Здесь все умеем Нанимаем людей Тоже Наши мысли Что мы думаем Что эти люди Подходят под этот проект Наше желание Вот именно про желание О том Что мы поверили В этот проект А сами Не до конца Проанализировали Не посмотрели Не знаю На рынок Ну то есть Достаточно поверхностно На мой взгляд Отнеслись Потому что зажглись Зажглись Потом что Обожглись Вот в том году Мы закрыли этот проект Где-то минус 40 миллионов рублей Зафиксировали Улыбнулись Слава богу Это все-таки были там Как сказать Не последние деньги Но деньги существенные Получили огромный опыт На самом деле Опыт по тому Как Неправильно подобрать команду Опыт по тому Как Пойти в сферу В которой ты ничего не понимаешь Интернета рекламы В которой ты опять-таки Ничего не понимаешь Но думаешь Что ты в этом разбираешься Ну вообще Вот там была Наверное ошибка На ошибке И таких проектов У нас было Уже несколько Но это просто Я сейчас рассказал Такой самый По деньгам Неприятный Но Мы продолжаем Сейчас Опять Еще два проекта взяли Один Опять Закрываем И это не то Что мы Неудачники Какие-то И не разбираемся В бизнесе Это вот Если говорить Про Атлантов Я недавно Созванивался С несколькими И мы обсуждали Что в принципе Это скорее всего Какое-то Это какая-то система Наша такая Нервная Ненервная Что мы должны Пробовать Предприниматели Это все-таки риск И если ты не будешь Пробовать То никогда не получится Какой-то из проектов Поэтому сейчас Вот у нас были Неудачные проекты Но есть очень много Удачных проектов Не знаю Вот Тоже расскажу Где-то Десять лет назад Нам неожиданно Предложили Заняться Сделать Страховой агрегатор Тоже Не наша история То есть Мы общались С клиентами Мы понимаем Как там Работать с B2B сектором Как Там размещать риски Вот это мы понимаем Тут нам говорят Давайте делать агрегатор Это уже такая Чисто айтишная история Мы делаем айти-компанию И тут благо Нам правда По пути Несколько раз везло С людьми Которые возглавляли Этот проект С командой И мы делаем Успешный проект Который сейчас Наверное Занимает Ну 50 процентов Я думаю На рынке Среди автодилеров И производителей Даже может чуть больше И это произошло За 10 лет Вот были такие Удачные истории И тоже Которые не совсем наши Поэтому надо продолжать Пробовать Пробовать И тут получится И вот эти желания У нас 4 партнера в компании И периодически Такие проекты появляются Когда у кого-то из одного Появляется какое-то желание Вот это про это То есть он хоп Он видит Что это ему близко Что есть Вроде потенциал Есть деньги Мы с удовольствием Подхватываем Всегда идеи всех Как-то вот у нас Так сложилась Наша четверка Что мы друг друга поддерживаем Да Немножко потом Если не получается Расстраиваемся Ну а если все получается Радуемся Не знаю И делим деньги Самый приятный момент Да Согласен Скажи Вот ты говоришь У вас 4 партнера Да И наверняка У каждого Есть своя суперсила И свой способ Зажигаться от чего-то Вот твой личный способ Знаешь Кто-то Закрывает глаза И видит вот этот Образ будущего Или вот прям Ощущает запах Я не знаю Сизает Каким-то Каким-то способом Свою реализацию Ты уже Как у тебя происходит Процесс мечтания Сейчас я объясню Вот Кончаловский Он говорит следующее Мне нужно сутки Чтобы посозерцать Просто одному посидеть И посозерцать И вот тогда Рождается что-то интересное Вот как ты созерцаешь Как Сколько тебе нужно времени Во-первых на это Как этот процесс происходит И к чему он Может быть уже Есть какие-то результаты К чему приводили Вот такие Моменты Созерцания Так Разделю На несколько Ветвей этот ответ Первая история Меня очень вдохновляет На работе Вот то есть Если я иду на переговоры Тяжелые Там где меня начинают Размазывать Ну вот прям Они все тяжело идут Прям все-все плохо И вот Там наступает Такой момент Как сказать Кульминация в переговорах Когда надо вот Включиться на всю Как бы Либо пан Либо пропал У меня здесь простая история Если я пришел к клиенту И он еще не мой Ну и Что может быть страшно Произойти Но он просто не будет Никогда моим клиентом Но он и так не был моим клиентом Либо наоборот То есть можно попробовать Уже идти ва-банк Разные способы Там уговоров Не уговоров Манипуляций И если это получается В конце Я выхожу Ну не знаю С энергии плюс тысячи Счастливый Заряженный Я понимаю Что все Я дошел до этого И причем Это происходит Разными способами У меня были переговоры Один раз То есть я прихожу Ну и человек Напротив говорит Это мы там тоже можем сделать Это мы сами сделаем Это Мы не хотим А это дорого Ну в общем Вот Причем я никак не могу Понять причину настоящую Потому что Я не предлагаю Ничего плохого Но уже заранее Во всем отказ И в какой-то момент Я не выдерживаю Я беру презентацию Открываю последний слайд Я говорю Вот здесь логотипы Там наших Ну часть логотипов Наших клиентов Возьмите палец Нажмите на любого из серии Я беру мобильный телефон Звоню человеку Включаю на громкую связь И он вам говорит Зачем он работает с ССТ Вот простая история Все Поставил человека в тупик Он сказал так-так-так Давайте ладно Мы продолжим разговор Говорит Не будем Не обязательно сейчас кому-то звонить Я говорю Если надо Давайте я оставлю Эти мобильные телефоны Этих людей Я говорю Если вы мне не верите Я говорю Вы же понимаете Что они не просто так с нами Вот после этого У меня прям Взрыв Я хожу по компании Ну конечно же Рассказываю эту историю Потому что Ну она Она классная Да она продающая Я делюсь Вот Это если вот про такие моменты Если просто Про 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 созерцать И как-то себя Ну как Накрутить по-хорошему То Волчок Я обычно Я иду Я иду за кофе Потом иду Пирожное Я обычно иду в столовую Ну вот У нас Которая в офисе И начинаю общаться С людьми Что-то рассказывать Вот такое просто Полчаса Минут сорок пять Болтать ни о чем В том числе Конечно же Затронуть тему Что вот ребят Сейчас давайте Как-то хочется настроиться Не понимаю Как настроиться Кто что делает И вот в момент В момент обсуждений Или рассказов Про выходные Либо про детей Вот это всегда Очень положительные эмоции Дети И даже на самом деле Как сказать Не только когда про своих Ну или про чужих Там успехи Учитывая что сейчас У всех еще телефоны У тебя особенно После выходных Ой смотрите Вот у меня с соревнований Там дочка Она здесь Не знаю Заняла первое место Ой а тут у меня там Тоже там Что-то выиграл Вот это придает энергии Смотри Получается так интересно Получается у тебя Заряд энергии Идет от того Что ты радуешься Успехом других людей Получается ты радуешься Их успехом Успехом Как у них даже Просто позитивный день прошел Как их дети Достигли чего-то Не только свои То есть получается Радость ты получаешь От того Что люди радуют Люди радуются Люди чего-то достигают Я максимальный экстраверт В этом смысле И вот Об людей зажигаешься Об людей зажигаюсь Хотя и сам при этом Тоже ну люблю быть Понятно в эпицентре По-другому никак Но я зажигаюсь От общения То есть вот Тишина И побыть сам собой Как Кончаловский Это не моя история А как у тебя тогда Вот процесс Творения нового То есть через людей Через общение У тебя получается Шарики Как-то там По-другому идут И ты придумываешь Что-то новое У тебя возникает Или возникает Просто какая-то мечта Мы сейчас еще поговорим Про этимологию мечты В твоем понимании Но тут наверное Тогда Может быть Я все-таки Я чуть-чуть слукавил Сейчас вот я думаю Нет Иногда конечно же Я сижу Беру Я человек Который любит писать Я именно Ручка И листок бумаги То есть я иногда Беру и начинаю Просто рисовать Какие-то схемы Мысли Не знаю Там либо фамилии людей Квадратики Треугольнички Мне нужно Чтобы я был один Для этого Мне никто не нужен Но вот Бумага И ручка Мне в этом смысле Помогают То есть ты зарисовываешь Да-да Я вот люблю зарисовать Я не аудиал Мне больше нравится Читать Смотреть Ну и наверное Может быть Как сказать Трогать что-то Ну вот что-то Что-то было такое Тактильное И так у тебя Происходится Процесс создания Чего-то Да Придумывания Какой-то И плюс еще один Все Вот здесь прям Лайфхак Где-то Я уже даже Телефон себе Кладу рядом И открываю заметки Перед сном Я не знаю Как это действует Я не знаю Вот может у тебя Такое есть или нет Сейчас поделишься Где-то с ней Не знаю Там минут за пять За десять До сна Вот когда ты начинаешь Уже чуть-чуть дремать И у тебя какие-то мысли Ходят в голове Очень много приходит идей Абсолютно согласен И вот раньше Я думал Завтра я проснусь И все запишу Ну да И это не работает С утра ты проснулся И забыл Я поэтому прям сразу Беру в заметки Заношу И вот пару-тройку мыслей Я не знаю Там в неделю Всегда Правильно я понимаю Что тебя мотивируют Общение с людьми Тебя мотивируют Новые проекты В том числе Какие-то нестандартные Истории Связанные С коллаборациями Энтертейментом Спорт С персональным подходом То, что нестандартно В умах людей Стандартных Скажем так Происходит А что тогда Мотивирует Твоих сотрудников Как ты работаешь Вот с этим направлением Потому что все-таки Когда мы в одной компании Мечты твои Они должны как-то Быть мечтами И желаниями Твоих сотрудников Иначе Ваш общий Совместный путь Ваш общий Совместный путь Он невозможен Если Ты знаешь куда Они нет Тяжело ответить За всех сотрудников Понятно У всех Свои мотиваторы Но История Учитывая То есть Когда Мы берем людей Там в команду И все-таки Мы живем в Москве Достаточно Искушенный город Где Не знаю Начиная от Одежды Машины Не знаю Прекрасных отпусков Каких-то там Не знаю Базовых вещей Всего Мы понимаем Что здесь все Недешево И как-то Не странно Или страшно звучит Деньги Это очень важный фактор Мне кажется Везде И честно У нас в компании Мы как бы Не альтруисты Мы работаем за деньги И Всем говорим Ребят Работа ради работы Неинтересна Деньги Это мотивация Но Уметь Зарабатывать И тратить Или например Радоваться Это тоже Разные Разные истории Не все люди Умеют тратить деньги Или получать Удовольствие От трата денег Вот Даже наверное Вот второе Здесь Как сказать Мы вместе Все делимся Я говорю То есть Начинаю Как я и говорил В начале Про театр Еще про что Какие-то впечатления И Если раньше Мы подбирали людей По профессиональным То есть Ты смотришь Резюме Я не знаю Какой опыт Еще что-то То сейчас Все чаще И больше Мы подбираем По своим ощущениям То есть Сложился какой-то Портрет Сотрудника По Каким-то характеристикам Принципам Жизненным Не знаю Отношениям К близким К семье К деньгам Еще к чему-то И вот это Стало важнее Потому что Научить Я не знаю Если есть какие-то пробелы Всегда научим Всегда поможем Но если у нас Базовые принципы Человеческие Расходятся Тогда нам тяжело Поэтому Сейчас так подбирается Я говорю Сотрудники Люди Коллеги Именно вот По таким каким-то Принципам И отсюда Не стоит История с мотивацией Понятно что Есть история С этим выгоранием Которая сейчас Мне кажется Только ленивый Не говорит об этом И вот у нас Сейчас тоже Наверное Средний сотрудник В компании Это лет 7-8 Которая То есть у нас Практически нет текучки Если честно И да Возникают вот эти Падения Когда люди Ну как сказать День сурка Понятно И тоже Когда общаешься С сотрудниками Ну вот надо Что-то другое Изменить Я говорю Смотрите Мы взяли И поменяли Управление В первые Наверное Месяца 3 Что-то будет Через 3 месяца Мы опять начнем День сурка Рутина Не бывает Совсем разнообразной работы Она все равно Какая-то В какой-то момент Начинается повторяться Поэтому надо Для себя искать Какие-то Плюсы Что тебя зажигает В этом смысле У нас из-за того Что наверное Больше половины компании Это все-таки продающее Когда ты занимаешься Продажами Тебе проще У тебя каждый раз Что-то происходит Ну каждый день Необычное То тебя тут Не знаю И послали То тебя полюбили То у тебя получилось Не получилось То ты зажег Не зажег И у тебя столько Всяких кейсов То ты борешься За этот договор То тебе надо Не знаю Что-то там выбить Из страховой компании Может быть не выбить И это как бы динамика А вот смотри Ты сейчас правильно сказал Что вы подбираете Круг своих Вот ты сейчас тоже В бизнес-клубе Атланты Это ты в своем круге Скажи пожалуйста Вот как долго Ты уже в бизнес-клубе И что тебе это дало Я уже Я уже в клубе Полтора года Даже наверное Чуть побольше Что дало Тут такая история Наверное Я сначала чуть поделюсь Как я пришел В клуб Атланты Потому что мне Очень нравится Эта история Она изменила Наш бизнес еще В семнадцатом году Когда я попал Первый раз На большое мероприятие Атланты Это я не помню Как оно называлось Раньше Ну в общем Которое в Крокусе Проходило Несколько тысяч человек Там выступало два человека Которые повлияли На мои И жизнь И на какие-то принципы Первый выступал Петр Авин Который сказал Что Ну когда его спросили Как с вами встретиться Как вы там ужинаете Не ужинаете Бывает ли Он сказал Что на сегодняшний день Его золотое правило Он не ужинает Ни с кем Он готов завтракать Он говорит Потому что вечер Это время семьи Он говорит Я не могу Красить у своей семьи Вот это драгоценное время А утром То есть в семь утра Там не знаю Восемь утра Легко Давайте завтракать Потому что с утра Понятно Все бегут в школы В садики Там институты Ну и вы с утра Не так Время Это как сказать Вы можете много провести А вечером понятно Не знаю За уроками За ужином Вы сидите с семьей Это такой принцип базовый Который я все заложил И стараюсь по нему же жить То есть понятно Конечно Бывают эти ужины Там и с партнерами И с клиентами Бывает Но это чаще исключение И второй Выступал Дэвид Вайс Это создатель GetTex И девушка из зала Задала ему вопрос Ну то есть он выступил Она говорит Расскажите пожалуйста Дэвид Какая ваша самая большая ошибка Вот поделитесь Он говорит Когда я Ну основал GetTex И у меня уже было 70 человек Я взял себе HR Вот говорит Если бы я сейчас делал Я бы сначала взял HR И потом начал создавать команду Это был 17-й год Мы жили в компании Как это как-то обычно бывает Когда ты и маркетолог И HR Ну в общем Везде сущ И в общем Эта история засела у меня в голове Я прихожу И партнерам Говорит так Я говорю Все больше и больше Говорят про HR Про людей Про управление Я говорю Мне кажется что мы отстаем Давайте что-то делать И вот тогда мы решаемся И берем Первый HR И нам открывается Вообще Суть Этой профессии И я не понимаю Как мы жили без нее Если честно И сейчас у нас уже Не знаю в HR Там 3-4 человека И ценность этого управления Не знаю Бесценна Это вот прям конкретно Как повлияло Когда я еще На встрече Да на встрече А потом Год назад Мне коллега подарил Не год Там два года назад Коллега подарил Билет на силу окружения Где выступал Троценко И Зарьков Да и Зарьков Вот я прихожу туда Сижу Ну кроме выступления Которые меня очередной раз Вдохновили Возбудили Троценко Просто Я не знаю Какой-то Великий мужчина И его Вот эта фраза Понятно что Ругаться здесь нельзя Он еще тогда сказал Тоже еще одну такую вещь Никогда не работайте С дураками Обзовем это так Он был немножко Более грубый И Тоже объяснил Эту простую историю Говорит Количество времени Энергии Которую вы тратите На этих людей Несоизмеримо То есть возьмите И направьте Это на людей Или на клиентов Которые ценят вас Которые понимают Зачем вы Вот И Тогда На этом выступлении Миша Воронин Сказал Типа Кто уже действующий Атлантов Встаньте пожалуйста И хоп Я сижу И рядом со мной Стоют два Атланта Потом они садятся Но я начинаю расспрашивать Я расспрашиваю Расспрашиваю Ну в общем все Я полностью вдохновлен Я Прямо как сейчас помню Выхожу Это было на Павелецкое Выхожу Беру телефон Звоню И говорю Так все Я готов К адмиссии В общем К заявлениям Куда бежать Что делать И все И вот на самом деле Дня через три Я из серии уже вступил Был как-то быстро И мне все это время Я могу сказать Такая история У меня создавалось впечатление Что Атланта Это очень высоко Это тоже к вопросу На самом деле Маркетинга и пиара Насколько Атланта молодцы Что они где-то высоко А я еще из серии До них не дорос И вот мне этого не хватало И вот тогда На этом Вот на этой серии Я наконец-то понял Я понял что нет Я тоже уже Что-то знаю Что-то могу И тоже готов Делиться опытом И это Как сказать Такой был Последний Последний Гвоздик И вот Я вступил И полтора года Уже в Атлантах Что-что-что Ну кроме Поняток Кроме каких-то Сумасшедших знакомств И людей Ну номер один Что меня впечатляет Все Открыто То есть я вот могу Взять открыть Свою записную книжку Позвонить любому Атланту И я знаю Что мне уделят Там 20-30 минут А иногда И целый день Если надо И расскажут Поделятся Это бесценно Уже не раз Это помогало Начиная Ну не знаю Начиная от бизнеса Заканчивая личным То есть там Нету границы Второе конечно То что мне больше всего Впечатляет И Майнер в Атланте Это моя форум-группа Понятно Я думаю Каждый Атланте Скажет про свою форум-группу Что она самая крутая Самая классная И конечно же У меня именно такая группа Вот И Вот мы уже полтора года Я раньше не понимал Думаю Ну что за Что 10 человек Будут собираться Какой-то клуб анонименных Алкоголиков Что-то обсуждать Нет Это про другое Это про развитие Это про поддержку Когда у тебя там В 36 лет Может появиться Еще 10 взрослых друзей В принципе Это почти невозможно Ну там в современном мире Я не знаю Чем старше Тем Как сказать Сложнее нам Впускать людей К себе в близкий круг А здесь ты просто Разом 10 10 твоих близких людей С которыми ты делишься Поэтому я жду очень завтра Завтра у меня форум-группа Вот Соскучился по всем И здесь Оценить Как-то вот В процентах Еще в чем-то невозможно Это в ощущениях У меня недавно Там не знаю С моим форумчанином Я не знаю Мы до 3 часов ночи Переписывались По личным вопросам То есть вот вроде бы И у него есть друзья Наверное И у меня есть друзья Но мы переписывались с ним Потому что вот в этот момент Мы оказались близки друг к другу И А самое главное Что у нас есть Похожий опыт И вот мы делились Он своим опытом Я своим опытом Как это может нам помочь И вот Проделение опытом Я раньше не до конца Как бы это понимал А сейчас даже на работе Или не знаю С клиентами Или где-то в переговорах Я часто стал использовать Вот эту Расскажите, пожалуйста Какой был у вас опыт А давайте И вот через опыт Ты становишься ближе к людям Это вот прям Тоже лайфхак такой Абсолютно соглашусь И вот в этом Как раз большая Удача Встретить людей С одинаковым опытом С плюс-минус С разом лучше даже Нет Я имею в виду опытом Житейским может быть Что все вы Предприниматели Которые шли Преодолевали какие-то Трудности И достигали своих целей Осуществляли свои желания Личные какие-то у вас Истории плюс-минус Одинаковые Слушай, если мы говорим Про опыт То ты можешь сказать Опыт Какие Какие вещи Привели к тебя Кратному Росту в доходе Вот ты можешь сейчас На эту тему Немножечко Эту тему Немножечко развить Начать делать Первое Начать делать Неприятные Неудобные вещи Ну то есть Вот когда-то Я помню На каком-то тренинге По продажам Или где-то Мне рассказали Про такие Две вещи Лягушки и слоны Вот лягушки Это дела Которые ты не любишь Он говорит Если каждое утро Ты будешь приходить на работу И делать одну лягушку Ну то есть Не знаю Тебе надо позвонить Неприятному кому-то Не знаю Клиенту Который вредный Почему клиенту Не знаю Кому-то Не обязательно клиенту Вот что-то нехорошее Ты это откладываешь Неделю Две Таких дел я вот Уверен у всех Много Ты берешь и говоришь Все я делаю Это вот Беру 9.30 Беру телефон Звоню Или отправляю письмо Которое не хотел После этого У тебя прям Прилив энергии Тоже И вот Ну и вторая история Про слона Да это тоже понять Если какие-то есть Большие дела Начайте как сказать Слона надо кушать По кусочкам Вот Это раз история И она правда Сильно поможет Продвинуться Во многих вещах То есть особенно Вот я говорю Лягушки И с ними надо Их надо не копить А потихонечку Избавляться Это раз Два Наверное Искренне И по-честному Верить в то Что ты делаешь Ну то есть Как бы Если тебе Не знаю Там На примере Тот сервис Или тот продукт Который ты делаешь Тебе Самому он чуть-чуть Я не знаю Тебе кажется что-то Не доделано Но доделай Допили Докрути Сделай так Чтобы ты сам От него кайфовал И понимал Что ты идешь Не знаю С открытым забралом И говоришь Вот это самое лучшее Это вот Оно Берите Наверное второе Сейчас это не по порядку Именно как сказать Это просто Ну и самое главное Это команда Это вообще Как только мы поняли Что мы Вот я уже говорил Пример про Ичара Также мы поняли Что мы не маркетологи То есть надо брать Профессионалов В разы сильнее Чем ты И тогда тебе будет Интереснее Вот если у тебя Команда сильная С разными Сейчас там как модно Хард Не хард Скиллы В общем Со всеми Вытекающими То вы будете Расти кратно И надо брать Людей не бояться Понятно что в разные Периоды жизни Компании Конечно же Не все там могут Позволить себе Такого-такого Специалиста Ну значит надо Потихонечку Эволюционировать Вот И брать Сильных людей Вот ну Я понимаю что это Какая-то прописная Истина про команду Но Если так и есть Не оно помогает Как раз в кратном Росте Твоего Да Ну то есть ты берешь Ну и как И брать еще Конечно же Амбициозных людей То есть понятно Ну тут как сказать Если мы говорим про сильных То они Всегда амбициозные Редко бывают сильные И какие-то Беззащитные Скажем так Здесь еще хочется добавить Что Один в поле не воин И очень часто Если у тебя надежный Тыл дома То соответственно Ты максимально Можешь сконцентрироваться На своем деле И двигаться вперед Расскажи пожалуйста Про свою семью Кто тебя поддерживает Не ну конечно же Меня поддерживает Ну собственно Моя любимая жена Ну родители всегда Дети Ну то есть как Семья На самом деле Это все называется Семья Вот Все поддерживают Тут Если сейчас Ну родители Понятно Родители Закладывали все С детства Мама Папа Ну как Нет наверное Ближе на земле Человека Чем мама с папой Это Как сказать Аксиома Вот Но потом Ты начинаешь Строить Свою семью И дальше У тебя Уже Ты начинаешь Свои какие-то Принципы Семейные В свою семью Вводить Вот У нас Большая семья У нас Пять детей И поэтому У нас дома Всегда весело И тебе Как сказать Тайм менеджмент И вообще Вот это все Это про нас Мы это уже умеем Ну ты Как бы Если у тебя выходной Тебе надо куда-то собраться Уже схема отработана Ты знаешь Что там В течение 20 минут Ты можешь выйти И другого у тебя пути не будет Потому что Если ты за 20 минут Не справишься То кто-то уже спотеет Кто-то уже расплачется Кто-то уже Я не знаю Убежит Еще что-то Поэтому тебе это надо И еще Тоже такой принцип Тоже хочу поделиться Я многим про это рассказываю То есть у нас в семье Какой принцип Как в Аэрофлоте Сначала маску на себя Потом на детей И мы об этом договорились Наверное С самого начала Что есть Ну Я и Ира И нас двое И это как бы Эпицентр Это самое главное И уже потом дети Это может прозвучить Как-то для некоторых людей Странно Но на самом деле нет Они все вырастут Они уже Тут часть уже Как бы Надеюсь Хоть здороваться будут И серии Это я шучу конечно Вот Они все вырастут И начнут создавать Свои семьи А мы Останемся вдвоем И нам как бы Вдвоем идти Не знаю До конца Чего-то Вот И если Конечно же Хочется заложить Чтобы они там С семьей С внуками Ну Приезжали Мечта создать Вот этот прекрасный Воскресный Я не знаю Бранч Мне кажется Это все мечтают Об этом Мы сейчас На самом деле Кстати Два-три раза В неделю У нас традиция Что мы ужинаем Дома Все семьей То есть Восемь часов Садимся Прямо ждем Этого времени Стараемся Не опаздывать В эти дни Успеть сделать уроки До этого времени Ну чтобы Хотя бы полчаса Посидеть за одним столом Чуть-чуть поделиться Что было днем Не знаю Какие планы Какие-то Можно выходные Построить планы Вот И Конечно же Проводить время Вдвоем Не обязательно Надо всегда быть С детьми Это 100% Надо уделять друг другу Внимание Иногда это Короткие поездки Иногда это Не знаю Там То есть у нас точно За год У нас есть Поездки с семьей И есть поездки вдвоем И у нас нету Мы Вот тут сейчас Не знаю куда На Новый год Мы ездили вдвоем В Египет И не было Какое-то Что мы кого-то Предали Что мы кого-то Не взяли Нет Мы поехали Получить удовольствие Вдвоем Набраться энергии Чтобы потом Ее отдать Потому что Ну там Многие нас спрашивают А как вы вообще Там еще не сошли С ума Мы говорим Нет Я говорю Во-первых Это ОПГ уже И они сами Себя развлекают Веселятся Ну как Чем старше Тем на самом деле Меньше уже Им нужно внимания Вот Это тыл Это тыл И это Ну заряжает Особенно Ты приходишь Как детский смех Что еще нужно Или с утра Детские капризики Ты спокойно К этому относишься Молодец А по-другому никак Ну если Сотрясать воздух На эту тему Бессмысленно Либо ты В этом Либо нет Ну то есть Можно себя Наверное Довести Извести Но толку От этого Никакого На выходе Ничего не получишь Согласна С тобой Слушай А как ты детям Своим Прививаешь историю К тому Что Из чего-то Из определенных Их желаний Из определенных Их суперсил Ты наверняка Видишь Что этот Более В этом плане Силен ребенок Этот в этом Как ты их Побуждаешь Мечтать И вот Не Не утратить Эту способность Воображать Сейчас кстати Про это многие говорят Что с воображением Очень большая проблема У детей Потому что гаджеты Заменяют Большинство Всяких Процессов Мыслительных Как ты эту способность Подталкиваешь Развиваешь Способность Мечтать Способность Загадывать желания Разговариваете ли вы На эти темы Дома С детьми Ты Сейчас расскажу Да У нас есть Несколько способов Я не могу сказать Что наверное Мы тут какие-то Профессионалы Мы тоже учимся Этому сейчас Опять детей Это уже профессионалы Профессионалы Но с точки зрения Развивать И вот Все равно С каждым Это как заново То есть нет Какой-то схемы У нас есть такие Вот пару вещей Которые мы делаем Мы садимся И рисуем рисунок То есть например Недавно мы рисовали Моя семья Типа через 30 лет И просто Все Дальше мы ничего не подсказываем Ничего не говорим И причем мы тоже Женой рисуем То есть как бы рисуют все И дальше Обязательно Каждый должен рассказать Что на рисунке И там такое узнаешь Периодически Кто-то например Не знаю там рисует Не знаю там Вот мы что-то рисовали Что-то 6-7 детей На картинке В итоге это не дети А братья-сестры Кто-то рисует Только мальчиков Например неожиданно Хоп забыли про сестер Кто-то Рисует Огромный дом А кто-то рисует Я не знаю Домик на озере Каждый видит по-разному Но главное после рисунка Попросить ребенка Именно рассказать Еще был разговор Про сильные стороны Но здесь вот не знаю То есть мы Понятно что мы поддерживаем То есть вот у нас есть Там не знаю Костя хорошо рисует Поэтому мы стараемся Там покупать там холсты Господи как-то Мольберт Краски разные Фломастеры Кто-то Лучше Не знаю там Математики Купили что-то Шахматы Счеты Ну тут такими Какими-то превентивными мерами Ничего такого Плюс понятно что Какие-то кружки есть Есть Сейчас спорт Вот сейчас прививаем спорт Поняли что мы Упустили момент спорта Вообще Как так получилось А есть простая история Что если с детства Спорт не привить То возрасту Это не будет Поэтому вот сейчас Как бы всех отправили на спорт Бассейн Гимнастики Все ходят Прививают Плюс еще все начали Спорт же это тоже Классная история Это же дисциплина Это Ну это желание Стремиться там Быстрее Выше Сильнее Какой-то соревновательный Такой момент Мы с ними Причем ходим на спорт Ну чтобы тоже не было Вы кстати будете ходить на спорт А мы Лежать на диване Нет так не работает Тоже вместе ходим Они там у них Свои занятия У нас свои занятия Какие топ-3 книги Ты порекомендовал Вот так чтобы Может быть это бизнесовые книги Может быть наоборот Тогда Первое с чего начну Почему-то Сейчас она пришла в голову Неожиданно Даже я сейчас сам удивился Это Эрих Мария Ремарк Три товарища Не знаю почему Но вот сейчас Вот вспомнил детство Ну как детство там Это наверное Старшие классы Она меня прям зажгла Эта книга И до сих пор помню До сих пор помню Одну фразу Которую я записал Выделил маркером Такой момент там был Когда они поругались И Я не помню Кто ему говорит Он говорит Отправляй ей цветы Просто каждый день Отправляй цветы Цветы покрывают все Даже могилы Такая И вот Я сейчас сказал У меня аж мурашки по коже прошли То есть такая фраза Но они поругались И он хотел как-то помириться И это на самом деле Отчасти правда Если говорить Про отношения мужчины и женщины Цветы Это важные элементы Если правда Даже что-то Я не знаю Произошло И отправлять цветы Это работает В общем Скажу так На себе правильно Вот Это раз Если про бизнесовую историю Про бизнесовую историю То Мне очень понравилось Из последнего Это Андрей Безруков И Елена Вавилова Стратегический нетворкинг Вот Ну это вот разведчики Которые написали книгу Она очень практичная Очень понятная И если взять и начать Применять Я не знаю Хотя бы 15% Того что написано У себя в бизнесе Ты правда Сильно вырастешь И разовьешь Свои качества И нетворкинга И бизнеса И третья По бизнесу Честно говоря Сейчас столько книг Я не знаю Там и Алибаба И Тинькофф И Много что Вот Скажу Книгу Которая Личная книга Нужно прочитать Каждому мужчине И женщине на земле Называется Обними меня Я не помню Автора Ольга Неважно Неважно Да Но вот просто Если вы еще Не были в отношениях Или уже были в отношениях Или еще что-то Просто прочитать эту книгу Станет очень много Что понятно Вот я например Жалко что я прочитал Там в 36 лет А не в 20 Возможно сделал бы Там намного меньше Ошибок Какой-то В личной жизни Вот Это правда Да Эта книга У меня тоже Я читала ее Она очень помогает Именно понять Как быстрее конфликт Эти Да-да-да Мивилировать Кажется вроде бы Ты всегда идешь По одной и той же Какой-то Не знаю Вот есть отношения С девушкой Что-то произошло И ты идешь Как не знаю Упертый по своей Какой-то стратегии И та сторона Тебя не слышит Ну вот Надо прочитать И оказывается Мы да Все по-разному Воспринимаем По-разному выходим И тоже Об этом уже Всем известно Просто узнаем Об этом И действуем Слушай Вот ты сейчас Находишься В бизнес-клубе Полтора года Вы уже Да И достаточно Крепкая у вас Я так понимаю Десятка Где вы можете Поделиться Очень глубокими Личными вопросами Вот скажи Пожалуйста Был ли у вас Опыт Когда Чья-то мечта При поддержке Десятки Либо других Резидентов Бизнес-клуба Она Воплотилась В реальность Вот прям Мечта Будь то Детская Или Наоборот Она какая-то Такая Несвязанная Совершенно С бизнесом Даже не знаю Как ответить Ну то есть Мы делимся Рассказываем Друг другу Делимся У нас сейчас Наверное Такой период Когда мы В группе Решили Немножко Поделиться Более Ну Глубже И детством Ну то есть Понятно Наверное Первые полгода Мы сначала Все про бизнес было Ну потому что Вроде бы Все пришли В бизнес-клуб Немножко обсуждали Какие-то внутренние Ну понятно У всех компаний Всегда есть то Что хочется улучшить То что хочется изменить И только потом Наверное Мы стали погружаться В какие-то Друг друга Ну и детство И принципы И жизнь И вот Мечты Наверное Мы точно поддерживаем Друг друга Я вот Не могу Вот сейчас так Сходу сказать Что мы что-то взяли Вот И сделали Я не знаю Вот сейчас Сейчас я например Очень жду Там Второй ретрит Да Потому что Первый ретрит У нас прошел С такой прям Какой-то чувственностью С какой-то глубокостью Погружением Друг друга И это прям вот Когда группа Вся сильно подросла Вот А что вообще Для такой мечта Что такое мечта Вообще В твоем понимании Какой Простой вопрос С одной стороны И непонятно С другой Что такое мечта Ну мечта Наверное Для меня Это то Ну во-первых То о чем ты думаешь И как бы Думаешь не разово А на протяжении Какого-то времени Ну либо оно там Всплывает У тебя и всплывает Надо просто тут Это как вот Говорят Как там Если это Если проблему можно решить За деньги То это не проблема Вот Вот с мечтой Наверное Если ее можно Как-то очень быстро Воплотить То это наверное Просто даже не мечта А скорее всего Какое-то просто То впечатление Которого тебе не хватало Есть какие-то Такие мне кажется Классические мечты Из серии Там не знаю Хочется чтобы дети Были счастливыми Я не знаю там Родители были здоровыми И это тоже непонятно Это мечта или не мечта Это просто какие-то желания Мечта наверное Это все-таки про себя Скорее всего Даже наверное это правильно Что это про себя А иначе Если это про Чужих Ну не то что чужих Не про себя Не знаю Это про детей Это их пусть будут мечты Ты конечно Хотела бы чтобы они все Были счастливые и здоровые Но это наверное Не тянет на мечту Мечта это Для меня То что Я от чего могу Порадоваться Улыбнуться И когда я могу сказать Что я кайфанул Что ты сделал Я не знаю У меня была А вот у меня кстати Вот Вот Есть мечта Вот Я кстати никогда не думал Что это мечта А вот теперь наверное Сформировал Я лет 5 назад Первый раз прыгнул В Сочи С Банжи джампинг Вот Я потом еще Немножко удивился Зайдя в интернет О том что она входит В топ 10 по высоте И я нашел в ЮАР Есть Самая большая Вот если в Сочи 207 метров ЮАР 320 Я не знаю Мечта это или не мечта Но вот мне хочется Доехать до ЮАР И вот в том году В апреле у нас должно Быть путешествие Где была заложена поездка На этот мост Чтоб я сиганул Оттуда У нас К сожалению Отменилось Но точно у меня стоит Это в пункте Что надо доехать И прыгнуть Это такая Какая-то спортивная мечта Обзовем ее так Есть мечта Тоже Я не знаю Насколько это мечта Посетить там Много стран Посмотреть новые цивилизации Побольше увидеть Мечта ли это Это желание Наверное больше Какая еще есть мечта У меня мечта Научиться играть на гитаре Но я для этой мечты Ничего не делаю Уже 10 лет Я каждый год Практически на Новый год Загадываю желание Что я наконец-то Наймусь репетитора И научусь играть на гитаре И ничего для этого не делаю Ничего Слушай Но в Атланта же есть люди Которые, знаешь Мечтали играть в бенде Каком-то И вот они сбиваются в бенд Начинают репетировать Получается история Сейчас все с ума сходят по сквошу То, что я вижу просто Мне кажется Если ты не играешь в сквош То ты не Атланты серии Не, ну то есть Но это же тоже была чья-то мечта Кто-то поднял эту историю И давайте вместе Все и так далее А если вот твою мечту Смогли бы осуществить Осуществители резиденты бизнес-клуба То какая бы она была Вот если бы вы все вместе Объединились На осуществлении Какой-то мечты Твоей Боже Такой момент Фантазии Можно загадать все Я понял Потому что В Атландах настолько Как сказать Всемогущие люди С точки зрения И возможностей И способностей И уделения внимания И всего Что бы хотелось Мечта Какой-то ужас Я не подготовился К мечте Я вот живу Утре, шесть лет А у меня нет Какой-то огромной Большой мечты Может быть Это как раз вопрос Об энергии Когда есть мечта У тебя появляется Дополнительный источник энергии Не нуждающийся В зарядке Не знаю Вот это мечта не мечта Я хотел бы съездить На Эль Классика Реал Мадрид Барселона Но я не знаю Сколько это мечта Это настолько воплотимо Но об этом Я правда думаю Тоже уже лет пять А сейчас это еще Стало сложнее Но даже тогда Когда это было проще Я почему-то все равно Этого не сделал Но у меня здесь такая история Я записываю Вот Я записываю У меня есть в заметках Это тире подарки Тире то что я хотел бы Вот у меня там написано Телефон не с собой Но я прям помню Первый это там Поход в Ласкалу Эль Классик Реал Мадрид Барселона Зачем-то написано Ролекс Не знаю Зачем Давно могу купить Не купил Возможно Это какая-то глупость Была написана Десять лет назад Потом Да Написано прыжок И наверное Я знаю Какая вот есть Мечта Которую мы даже С атлантами уже обсуждали Они хотят Я не помню Кто мне рассказал По поводу Судана и дайвинга Я так зажегся Это вот я наверное Полгода назад Узнал об этом Что есть Египет Который уже весь Так сказать Изнырен со всех сторон И там очень много людей А есть Судан Где тоже Красное море Только с другой стороны И там нету Ничего Ну то есть Там прям Как сказать Дикость В хорошем смысле Затонувший корабль Есть какой-то Вот Туда я с удовольствием Съездил Слетал И с атлантами В том числе В такую поездку Да будет так Да будет так Я только за Да будет так Спасибо большое Это было очень приятно С тобой поговорить На такую замечательную тему Это был наш подкаст На тему мечтай Где мы вместе Сегодня с Иннокентием Резидентом бизнес-клуба Атланта Партнером Агентства страховых технологий Сегодня говорили о том Что его зажигает Какие смыслы Зажигает его дальнейшее движение И о чем он мечтает Подписывайтесь пожалуйста На наш канал Не забывайте комментировать И до встречи В новых выпусках Редактор субтитров А.Семкин